Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. И сегодня наша программа в гостях у известных рязанских тренеров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спорт для нее сейчас – дело жизни, а начиналось все, как ни странно, с лыжных гонок. Да, это были лыжные гонки. У меня были соседи по лестничной клетке, которые занимались лыжными гонками. А я в то время энергию не знала, куда девать. Меня родители, как бы даже не родители, мама у меня всегда была спортсменка, тоже активистка, закончила педагогическое училище наше рязанское. Но когда они видели, что мне некуда девать свою энергию, они присоединили меня к нашим соседям, двум мальчишкам, которые занимались лыжными гонками. Ну и с первого класса, естественно, у меня началась очень интересная жизнь, спортивная. Выполнив кандидата в мастера спорта и в 17 лет завершив свою карьеру, Лена поняла, что спорта теперь явно не хватает, да и лишние килограммы, как это свойственно бывшим спортсменам, вдруг стали набираться. На помощь пришла мама, записала дочь в группу популярного в то время шейпинга. Но занятие это показалось Елене слишком скучным, не по характеру, да и физическая нагрузка была слишком слабой. И тогда в жизни и появилась она, аэробика. Опять же мама меня привела, то есть предложила мне пойти заниматься аэробикой, тогда это только-только начиналось, волна такая только до нас докатилась. И во Дворце детского творчества, вот как аэробика, как моя такая история, следующая жизненная страничка, началась здесь, в Дворце детского творчества. Я сначала присматривалась, на первое занятие пришла обвернутая в салфановые пакеты, одев на себя спортивный костюм, то есть создав эффект бани. Это, естественно, потом я уже поняла, что это большие заблуждения. Став уже более опытной, уже когда преподавала и сама училась, поняла, что я была неправа. И, в общем-то, тренер, который преподавал здесь, он мне помог в этом. Постепенно просто занятий стало мало. Захотелось постичь науку, поэтому поехала в Москву учиться. В нашем городе подобных курсов не было. Недельный курс, тогда это была неделя, мы прожили в Москве. И это еще одна история из моей жизни, как мы собирали деньги на обучение, и где мы там жили в общежитии. Можно сказать, ни ели, ни пили, но поехали учиться. Но это не прошло даром, в общем-то, я не жалею ни о чем. Так хобби превратилось в профессию, в любимую профессию. И вот уже 24 года Елена работает тренером. 20 из них во Дворце детского творчества. Перечислить все направления фитнеса, которые она ведет, довольно сложно. Пальцев рук точно не хватит. Это и аэробика, и степа-аэробика, йога, пилатес, силовые тренировки, аква-аэробика. И список продолжать можно еще очень долго. Тренирует как взрослых, так и детей. Но ответ на вопрос, откуда берет столько сил и где черпается вдохновение, довольно прост. Дети дают силы. Это, во-первых, энергетический обмен идет, колоссальный просто объем. Насколько ты отдал, ты вдвойне получаешь. Только от них. Плюс свои дети, которые заряжают энергией перед выходом на работу. Кстати, дважды став мамой, со спортом Елена не расставалась ни на минуту. Как мне сказали врачи, спортсмены вообще из другого теста, из другого мира. И если они бросят заниматься, они умрут. Поэтому не на секунду, даже бывшей беременной, два раза в положении, я не прекращала занятия. И, в общем-то, рекомендую всем заниматься и не бросать. Беременность – это не приговор. Наоборот, нужно двигаться, чтобы не застаивалась кровь, чтобы родить ребенка здоровым. Вот такие они, сильные женщины-спортсменки. Ну а подать пример и поделиться опытом Елена всегда готова. В 98-м году она создала в нашем городе Федерацию аэробики. Ничего подобного в Рязани не было. Просто заниматься уже мало мне было. Появился опыт, и хотелось его отдавать и делиться с другими. Поэтому была создана по этой же причине Федерация, и мы стали проводить не только разные мероприятия в городе, подобные фитнес-марафоны и конвенции по аэробике, но и обучающие семинары. Но Рязань у нас воспряла, у нас только клубов сейчас настроилось. То есть такой толчок был получен в 98-м году, и пик развития фитнеса в нашем городе пришелся на 2002-й год. С тех пор из-под крыла Елена Алешкина и по самым скромным подсчетам вышло порядка 200 профессиональных инструкторов по фитнесу. И на достигнутом она останавливаться, конечно же, не собирается. Учить, тренировать и продвигать фитнес-аэробику в массы – любимое занятие. Я могу сказать, что я одна из немногих счастливых людей на этом белом свете, которые могут совместить свое хобби и свою работу. Я на работу иду как на праздник, можно так сказать. В планах на самое ближайшее будущее – совместить отдых с любимой работой. Традиционные летние сборы с детьми в Солочи. Мы едем в Солочи, на нашу базу, Исток. Там мы проводим учебно-тренировочные сборы. Это, ну и, естественно, мы решаем там же проблемы, какие задачи, вернее, проблемы, а задачи. Это составить, выбрать музыку, это подбор музыкального сопровождения уже на дальнейшую, да, какую-то программу. Это прослушивание музыкальных треков, определить настроение, создать вот какое-то такое начало, создать начало. И потом уже подбирать к этому музыкальному сопровождению, уже работать над хореографией. Это вот летом такая рыба, лекало такое закладывается. Вот, а по сентября мы уже начинаем работать уже, когда мы все собираемся вместе. Не все же могут поехать, а мы уже команду расставляем, уже все на местах, и хореография уже идет полным ходом. Отработка элементов, придумывание в течение этого. Мы можем собрать весь танец, допустим, все упражнения, а потом придет какая-то идея, мы можем просто поменять за неделю перед соревнованиями, перед всем. Ну, идея того стоит. Ну и, конечно, обучение новых кадров для фитнес-клубов и тренировки с желающими похудеть и обрести спортивную форму тоже никуда не денутся. Лен, спорт для вас – это жизнь? Навсегда. Это навсегда. Заслуженный тренер России Евгений Александрович Жерихов родился в Тамбовской области в 1957 году. Со спортом подружился рано, любил, как и все ребята-ровесники, подвижные игры, лапту, футбол и особенно хоккей. Стать хоккеистом даже некоторое время было главной мечтой будущего тренера по карате. Однако тогда, в начале 70-х, родители не отпустили сына восьмиклассников в соседнюю область заниматься в Рязанском станкостроителе. О восточных боевых единоборствах Евгений Александрович узнал во время службы в армии. Впервые я не увидел, что такое карате. Это я увидел в статье в одной газете, когда служил в армии, была статья про японского мастера, который приезжал в Москву. Как мы знаем, что карате в основном бурно развивалось в России. Это не в России, а в СССР в то время. Это в 1979 году была открыта Федерация СССР карате, первая. И в это время приезжали японские инструкторы. И вот в одной из статей в советском спорте я эту статью увидел, как японский мастер проводил занятия. Я там увидел красивый прыжок Тоби Йокогери, когда спортсмен выполняет высоко выпрыганную вверх и наносит удар боковой ногой. Мне это очень заразило. Далее после службы в погранвойсках Евгений Александрович окончил Ряжское профтехучилище по специальности радиомастер. Устроился в Рязани в городское телеотелье. И однажды меня попросил секретарь наш, иди сделай тренеру моему телевизору. Я ничего не спрашивал никогда. А когда пришел домой к этому мастеру, то я увидел, что у него на стене висят нучаки, кимоно лежит там. Дома был сын. И мы с ним разговорились, он говорит, мой папа тренирует карате. Это был мой первый тренер, которым я потом пришел заниматься, Богомол Виктор. Я считаю его своим первым наставником. Они тренировались в клубе Красное Знание. Начало 80-х – это время бурного развития карате в Советском Союзе. Число занимающихся японским боевым искусством молодых парней насчитывало тогда десятки тысяч. Основное место для занятий рязанских каратистов стал спортивный зал радиотехнического института. В это время произошло знакомство с Москвой. В это время наши инструкторы, четыре инструктора – это Волосатов Виктора, это Казаков Александр, Гурский Виктор и Боровских Юрий. Они поехали на первый всесоюзный аттестационный семинар, который прошел в Минске, в Стайках. И там они были аттестованы как инструкторы. Это первые четыре рязанских инструктора, которые были аттестованы, и они приехали в Рязань. И там, после приезда Казакова, я видел такие радостные, веселые глаза, я встретил такого человека, познакомился с Т.Д.Ш. Рафаиловичем Касьяновым. Вот здесь и началось наше знакомство именно с Московской школой СНЭ, и руководителем которой был Т.Д.Ш. Рафаилович Касьянов. Вот это произошло, сейчас скажу, это был 82-й год, в ноябре месяце. И с этого времени пошел наш отчет, это работа с Московской Федерацией. Мы стали филиалом школы СНЭ, мы постоянно ездим на тренировки в Москву. Они были очень рано, начинались с 7 часов утра и до 9. Это был СКМВО, Московский военный округ спортзал. И в этот спортзал ездили. Мы рано садились, где-то часа в 2 ночи садились на поезд с первой Рязани. И группа Рязани, а с Рязани 5-6 человек мы ездили на эти тренировки. Там, конечно, тренировки проводил сам Касьянов. Было очень заворожительно. Тренировки проходили настолько интенсивно. Приезжали мы после этих тренировок, конечно, неделю лежали, отходили. Потому что происходили спарринги, а спарринги с большими мастерами, черные пояса. А мы только начинали заниматься. Все шло хорошо, но, как и другим советским каратистам, Евгению Жирихову пришлось пережить и нелегкие времена. В 1983 году спортивные чиновники признали карате идеологически вредным. В прессе стали появляться протесты за стороны общественности против карате. А в Уголовном и Административном кодексах появились соответствующие статьи за самовольное обучение приемом карате. И как итог, 17 мая 1984 года появился официальный запрет занятий карате в спортивных обществах СССР. Практически все секции, которые были в Рязани, кроме десантного училища, прекратили свое существование. Но, естественно, мы не прекращали свои занятия. Мы, как говорится, если брать революционное время, мы ему ушли в подполье. Сбросили кимоно, что для нас было очень, конечно, так сказать, трудно для нас было. Потому что, когда мы снимали кимоно и заниматься в шортах, было как-то непривычно. Карате, потому что форма, она стимулировала, давала какой-то определенный заряд для занятий. Но мы начали заниматься другими. Мы начали заниматься самбом, мы начали заниматься боксом, одели бактерские перчатки и начали также продолжать занятия. В 1989 году формируется Федерация рукопашного боя, открывается отделение и в нашем городе. Под эгидой этой федерации проживут рязанские каратисты больше 15 лет. Из успехов это проведение в 1995 году в здании Рязанского цирка чемпионата России по рукопашному бою, а в 1996 году по традиционному карате. Кстати, начиная с того времени, рязанские спортсмены начинают регулярно участвовать в крупных всероссийских турнирах. Первым рязанским чемпионом России стал воспитанник Евгения Жирихова и курсант училища связи Николай Пигарев. А в 2001 году сумели взять Кубок России, обыграв большие команды Москвы и Санкт-Петербурга. С этого времени, практически начиная, каждый год на каждом чемпионате у нас мы привозили по одному два мастера спорта России и по одному два чемпиона. Очень много был у нас хороший юношеский состав, и мы много победителей первенства России, было очень много. Такие знаменитые спортсмены были, как Рубцов Романов, Минашкин Василий у меня, Струйков Александрович, Стрелков Алексей. Рязань была уже довольно-таки сильно гремела в этом направлении, и все шло хорошо, и мы казали, что так и будет все постоянно. Большая группа инструкторов было порядка десяти, открыто очень много филиалов было, в Касимове открыт филиал, в Спасске, в Ряжске, в Александровнецке. Старожиловый был также филиал, поэтому федерация развивалась, шла огромными темпами. Новое потрясение пришло в 2007 году, когда федерация рукопашного боя разделилась на три направления и стала фактически ведомственным спортом. И только в прошлом году почти 30 разрозненных федераций каратэ создали Всероссийскую федерацию всестилевого каратэ. В этом году первый официальный чемпионат России пройдет в ноябре. Евгений Александрович Жирихов за свою спортивную карьеру неоднократно занимал призовые места. Второе место на чемпионате России, третье место на всесоюзном турнире, шестое место на первом чемпионате СССР по каратэ. За свою карьеру тренера воспитал более 35 мастеров спорта. Его путь в каратэ уже составил 35 лет, но останавливаться Евгений Александрович не собирается. Сейчас он продолжает тренировать своих воспитанников с усиленной энергией, ведь впереди еще много крупных, в том числе и международных турниров. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными, здоровыми, пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова